Около года Ольга Заруцкая, ее муж и двое сыновей живут как на порховой бочке. С требованием покинуть квартиру, за которую, по словам хозяйки, большая часть денег уже отдана, судебные приставы и даже новые собственники приходят не в первый раз. Вы, пожалуйста, не обеспечивайте ситуацию. Ключи передаете в заскателю? Я говорю вам, что вы лежите. Хорошо, давайте делаем так. В добровольном порядке вы сейчас передаете ключи в заскателю. Мы составляем акт выселения, что вы передали ключи в заскателю. Вечером приезжаем, подтверждаем, что вас дома нет. Вся неприятная история, со слов хозяйки, началась с момента покупки в одном из квартирных агентств. За жилье семья якобы выплатила риэлторам почти миллион сразу, а недостающую сумму агентство оформило как ипотечный заим. Сначала платежи шли исправно, пока у хозяев не начались проблемы со здоровьем и работой. А там и просрочки в оплате кредита. О том, что жилье необходимо освободить, люди узнали в прошлом году. Судебными приставами надлежащие удовольненные должники, то есть им отправлены письма с постановлениями о возбуждении исполнительных производств. То есть они получены на почте, все имеется в материалах исполнительного производства. Они знали, что не могут занимать данное жилое помещение. А после первого визита приставов в июле прошлого года грянул и новый владелец жилья. Выяснилось, что мужчина приобрел квартиру через Федеральное агентство Росимущества. Я ему напрямую сказала, как вы купили квартиру, я же думала, это простой гражданин. Говорю, как вы купили квартиру, не осмотревши ее? Он говорит, она мне не нужна, это мой бизнес. Я купила ее, сейчас ремонт сделаю, мне сейчас задача вас выкинуть, ремонт сделать и продать ее. Все. Все, я начала писать во все инстанции. По словам женщины, закон и справедливость в наше время понятия разные, но отступать нельзя. Кассационная жалоба отправлена в Москву. По словам Ольги, она уверена, что к афере причастно агентство недвижимости. Но весь гнев хозяйки на сей раз обрушился на приставов. И про какие-то еще законы говорят, когда все законы только на стороне бандитов находятся. К слову, вопросов до сих пор больше, чем ответов. Ведь большую часть суммы люди, по их словам, за квартиру выплатили. Все точки над «и» скорее всего еще придется расставить компетентным органам. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, Местное время.